Девушки за рулем, мужья на пассажирском сидении в Омск. Прошли соревнования Lady of Road, кольцевая гонка по бездорожью. Удалось ли участницам справиться с тюнингованными авто и выбраться из полуметровых сугробов? Сколько машин они перевернули и почему одному из фоткорреспондентов эта гонка едва не стоила жизни? Все подробности у моей коллеги Светланы Еловнаровой, которая, к слову, тоже управляет внедорожником, а потому без особого волнения испытала трассу состязаний. Вообще адреналин! Мне самой страшно. Такие колесики крутить по снегу. Я в более суровых условиях ездила. У нас у всех такие машины. Вся семья на УАЗиках. Ура! У каждой дамы свой фан-клуб. Им советуют, где лучше проехать. Подсказывают, как лучше надавить на педаль газа и подбадривают на финише мужья и дети. Половина участниц водители со стажем. За рулем по 5-7 лет. Правда, механическая коробка передач для кого-то в новинку. На механике нет. Я вчера каталась, тренировалась по гаражу. Леди пробирались сквозь сугробы как на тюнингованных авто с высокой проходимостью, со шноркелями и лебедками, так и на автомобилях в базовой комплектации. Соревновались и в двух номинациях. Профи и любители. Условия у гонки. Два. Наличие водительского удостоверения и внедорожника с полным приводом. А свой он или взятый у мужа – неважно. Всего на дистанцию вышли 20 автоледи. Необходимо на максимальной скорости преодолеть две трассы. Газу, 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 газу. Главное – вписаться и не забуксовать. Участницы-то ранили снег, разбивая бампера. Переезжали сугробы в полметра высотой и даже едва не переехали фотографа. Одна участница заехала на брус, чуть не перевернула машину, но, слава богу, все обошлось. Съездили ее, эвакуировали. То есть все нормально, продолжила гонку дальше. Звание лучшей автоледи оффроуд завоевала Елена Деменева на «Тойоте Лэнд Крузер». Приз, сертификат в тюнинг-центр и автосервис. Мне понравилось очень и порулить, и по экстремали. Заехала я там хорошо, думала, не выйду, нет, вылезла. Всем участницам цветы, а организаторы говорят, теперь такие женские заезды станут доброй традицией в преддверии ежегодного праздника весны. Светлана Еловнарова и Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.